Издалека яркая и красочная, вблизи ржавая и хлипкая. В сквере Фадеева всего одна детская площадка, но в этом году у этого места отдыха есть большие шансы на реконструкцию. Когда-то эти самые ели сажали самарские ракетостроители во главе с Дмитрием Козловым. Знаменитый конструктор стоял у истоков сквера. Сейчас его состояние оставляет желать лучшего. Я живу больше 30 лет, уже 38 лет здесь живу. Я этот скверик видела еще совсем маленькими деревцами, особенно вон ту аллею. Елочки привозились из Казахстана. Весь остальной сквер тоже был посажен руками самих работников ЦСКБ, поэтому он нам очень дорог. То есть это просто, можно сказать, такой участок отдушина, от Октябрьского района вообще, вот этого места. И дальше там вот это вот, уже очень плотная застройка. То есть это просто, ну, оазис зелени для жителей, просто уже не Октябрьского, а Ленинского района тоже. Жители хотят поставить мемориал Дмитрию Козлову и работникам завода «Прогресс», а также новую детскую и спортивную площадки. Городским властям и архитекторам нужно не только продемонстрировать потенциал общественной территории, но и понять, чего хотят люди. Мы хотим понять те процессы и ту востребованность в различных мероприятиях в этом пространстве, в различных времяпрепровождениях, то есть в различных активностях. То есть вот это вот главное. То есть что люди, как они хотели бы проводить свое время в этом месте, как реализовывать свой потенциал. Программа формирования комфортной городской среды продолжается. Сейчас из 105 общественных территорий жителям нужно выбрать 20. Отбор уже начался. Проголосовать можно тремя способами. Первый – устно по телефону горячей линии, которая работает круглосуточно. Второй – прийти по адресу Коммунистическая, 17А и лично выбрать проект. И последний, самый популярный – на сайте Департамента городского хозяйства и экологии. У нас уже 5 дней ведется голосование. Жители очень активно принимают участие в этом голосовании. Возможно, потому что в этом году мы включили одним из способов – это электронные. Большей частью поступает именно по электронной форме. Свои предложения жители подают. И на сегодняшний день уже около полутора тысяч голосов жители отдают за общественные территории. В этом году особое внимание уделяется качеству сборки и установки детского игрового оборудования. Налаживается взаимодействие между представителями районных администраций, подрядчиками и активными жителями. Нам очень важно, чтобы компетенции сотрудников, специалистов администрации, которые отвечают за реализацию данного проекта, были выше. Они более профессионально относились к своим обязанностям. А самое главное, действительно вовремя могли оценить поступающие от жителей вопросы и проблемные ситуации по качеству благоустройства. И самое главное, по качеству того оборудования, сборки оборудования, которое происходит на детских площадках. С каждым годом жители ответственнее подходят к ремонту своих дворов. От рисунков с акварелью до полупрофессиональных чертежей. Выигрыши обе стороны. Самарцы грамотно сформулировали желания, а рабочие знают, что и где нужно строить. Сверхпроектом можно воспользоваться дополнительными услугами. Но уже не из федерального бюджета, а за счет жителей. Если граждане желают сделать там парковки, площадку для выгула собак или ограждения, будьте добры, поучаствуйте там финансово. В следующую среду, 6 февраля, голосование завершится. После этого в течение трех дней подведут итоги. Сформируют шорт-лист. И уже в марте запустится рейтинговое голосование, по результатам которого приступят к реконструкции парков, скверов, бульваров и аллей. Данил Лучко, Василий Колдашов. События.